Ребята 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 А какие растения мы взяли для этого? Веточки какого растения? Сирени Взяли веточки сирени И хотели чтобы они Пожили А как мы узнали что они ожили? Они растут Скажите пожалуйста А вообще для чего мы делали эту работу? чтобы что посмотреть да то есть могут ли они проснуться до зимой хорошо ну скажите пожалуйста а что мы для этого сделали вот как как мы поступили с чего мы начали откуда мы веточки взяли выразили откуда и какие были веточки хорошо а как вы думаете почему на улице сирень была спящая чего я хорошо а вот скажите пожалуйста что вы сделали дальше вот срезали веточки и что сделали дальше то есть поставили еще воду да то есть что вода была одинаковая или разная ну давайте вспомним какая у нас была водичка снеговая а что значит снеговая а что мы еще с этой водичкой делали чтобы она стала чистенькой очистили через что через фильтр ага то есть значит и увидели что в снеговой водичке есть еще и грязь какая-то правда да хорошо а вот снеговую воду брали еще какую что добавляли вот покажите ваши бутылочки что добавляли вот такие бутылочки да это разные удобрения надя а ты добавляла какое удобрение вот такое удобрение а кто добавлял такие вот твердые вещества бутылочки и сначала хорошо значит все у нас все растворы были раз а зачем мы делали разные раз мы хотели посмотреть что подойдет хорошо так ну и а как мы ухаживали за сиренью мы только растворы дали или что-то еще делали водой разрезали кончики и добавляли с роботой удобрение то есть меняли и еще добавляли чтобы еще вкуснее сахар еще и сахар добавляли хорошо молодцы ну а скажите пожалуйста удалось нам в итоге сделать так чтобы сирень зацвела а так но а расскажите как так а у коле что было у полина Нет, только листики. Ага, листики появились. Значит, какая получилась у нас, когда самые лучшие результаты получились? С какой водичкой? Еще раз. С снеговой водичкой. Да, снеговой водичкой самые лучшие результаты. Хорошо. А скажите, пожалуйста, а как вы думаете, у нас вот цветы, которые распустились на сирене и листики, вот, они были похожи на то, что на улице, или они чем-то отличались? Они отличались. А чем? Они отличались без корней. Это наши веточки были без корней, да? А сами вот цветочки. Так, Ань, давай, ты и потом... Они отличались листики. На улице у них листики больше, а у нас тут меньше. А цветочки над чем отличаются? А сирене тоже садят цветочки, тоже. Они меньше, чем на улице. Я однажды ездила в парк сиреней и там видела. То есть там у нас сирень цветет лучше. Тимофей, а как ты думаешь, почему вот так произошло? Почему так отличались у нас и листики, и цветочки? Чего не хватало? Ну, они были без корней, да, у них не было столько воды, как всегда, и... А что корни у растения делают у нас обычно? Они готовят пыль. Они воду всасывают из земли. Ага, воду всасывают. А мы их сами пшикли. Ребята, что бы вы посоветовали людям, которые у себя дома зимой хотели бы разбудить сирень? Как они должны поступить? Что взять? Надь, давай. И это бы сделать у окна на подоконе, поставить ветку от сиренья и удобрение делать, которое им понравилось. А вот у нас что понравилось? Снеговая вода. Можно посоветовать использовать снеговую воду? Да. Можно посоветовать. А скажите, пожалуйста, а вот наши веточки, они начали расцветать, а потом довольно быстро стали засыхать. Вот что не понравилось? Жара! Да, у нас в кабинете было жара, и они стояли около батареи. Ага, ну хорошо. Ну и значит, вывод мы какой сделаем? Можно все-таки заставить зацвести сирень зимой? Да. Можно, но для этого нужно что? Ухаживать. Да, за сиренью нужно ухаживать. Нужно ей создать правильные условия. Да, молодцы.